Всем привет! Добро пожаловать на канал Natalie4U. Меня зовут Наташа. Сегодняшнее видео у нас будет финальное в этом году про пустые баночки. То есть уже как бы хочется весь хлам из дома выбросить и начать новый собирать в следующем году. Я вам покажу вот такой большой пакет по традиции, внутри которого находится множество-множество пустых баночек, которые закончились в последнее время. И если вам такая тема интересна, то конечно же продолжайте смотреть. Ну и прежде чем приступать непосредственно к теме видео, я традиционно призываю вас или напоминаю вам, как хотите, подписываться на мой канал, если вы еще не подписаны. Но вам интересна тематика моего канала, бьюти, красота, уход за собой, дом, ну всякое такое разное, всего по чуть-чуть. И не забывайте, что ваши лайки, ваши комментарии очень сильно помогают в продвижении моего канала. Итак, я сейчас потихоньку буду все средства доставать. Что-то я решила прям выбросить, финализироваться и больше не хранить, потому что, ну, сколько можно, если средство не работает, ты не пользуешься или уже пользовался, когда-то нравилось, но отложил в сторону, забыл и время прошло, пора уже выбросить. Соответственно, все здесь. Первое, по традиции для волос. У меня вот такой сухой шампунь от Хаск, наверное, марка называется, сухой шампунь с экстрактом органы. Я, на самом деле, по чистой случайности, вообще абсолютно случайно купила его в Золотом Яблоке, потому что какая-то скидка, что ли, на него была. Мне он очень не понравился. Вот вся эта история с маслами не про меня. Это не мое. И, честно говоря, он не давал того, чего я от него хотела. Он не давал мне объема. Соответственно, в какой-то момент я поняла, что Настя, возможно, к нему пристрастилась и так далее. Но шампунь этот закончился. Может быть, я пару раз им брызнулась для освежения волос. Но, в принципе, я имею... Да, то, что я вам покажу сегодня, это вот такие шампуни сухие от Кутрин, Катрин, не знаю, как правильно называть. Вот эти сухие шампуни мне нравятся именно в качестве придающих объем. Мне не нравится ходить с немытой головой больше одного дня. То есть я стараюсь все-таки мыть голову каждый день. И говоря о том, чтобы освежить волосы и пойти, как ни в чем не бывало, куда-то на очень важное мероприятие, потому что тебе некогда помыть голову. Мне есть, когда помыть голову. Я лучше встану раньше, я лучше буду собираться заранее. Или все, что угодно предприму. Но для меня чистая голова это очень важно. Голова, волосы, конечно же, чистые волосы на голове. Поэтому вот к таким сухим шампуням я прибегаю исключительно в целях получения некоторого объема. Вот этот мне нравится больше, чем вот этот. Еще у меня закончилось вот такое средство от Estelle. Прима Блонд для волос. Мне кажется, что я уже тоже повторно второй раз покупаю эту Прима Блонд. И могу сказать, что отзывы мои самые положительные. И я буду повторять однозначно. Это то средство, которое мне хочется купить еще раз и еще и еще. Это специально для блондинок. Средство, которое помогает, ну так скажем, наверное, в том числе ухаживать за волосами перед сушкой феном. У меня сейчас волосы обесцвечены. И несмотря на то, что вы смотрите на меня и думаете, ну где же тут сильная эта обесцвеченность. У меня гораздо темнее свои родные волосы. У меня на волосах и обесцвечивание, и тонирование уже достаточно давно. Я поняла, что такой формат мне нравится. И вот этот Прима Блонд, он спасает. Он ухаживает за волосами. Это такой спрей типа спрея от Glisskur. Только более дорогой ценовой категории. И по работе, ну, мне, наверное, так, чуть-чуть побольше нравится, чем Glisskur. Еще одно средство для волос в моем арсенале закончилось. Это все никак не обновлю себе, не куплю новый мусс, не доберусь до магазина. Это мусс от марки KEN. Я могу сказать, что в этом случае сочетание цена-качество меня чуть-чуть не порадовало, потому что цена у KEN очень дорогая. А качество такое я встречала, ну, и у других марок. То есть это он не влюбил меня в себя. Он легкий, он невесомый, он нормальный такой объем придает. Но я проще поступлю и куплю себе, например, мусс от Матрикс. Так и собираюсь делать, не экспериментировать больше. Мусс от Матрикс для меня один из самых идеальных, один из самых классных и проверенных. Но стоит он гораздо бюджетнее, чем KEN. Заговорила о Матрикс, и Матрикс здесь, собственно говоря, и появляется. У меня вот такое средство, опять-таки, для блондинок, для сохранения холодного оттенка волос. Все вы знаете, что для девушек, которые обладают там, ну, русыми, какими угодно волосами, чаще всего обесцвечивание ведет потом к тому, что у тебя такие желтоватые волосы. Я пытаюсь с этим справляться как-то, бороться и так далее. И вот холодный оттенок лучше всего помогает придавать синие оттенки. Но они не оттеночные, они как бы шампуни, которые синего или фиолетового цвета. Матрикс достаточно из такой средней ценовой категории, но при этом хороший. Я попробовала уже несколько марок, и в принципе могу сказать, что к Матрикс мне тоже хочется вернуться. Очень-очень достойный шампунь в удобной упаковке. С ним все в порядке, все хорошо. И я буду его повторять, потому что сейчас я такими шампунями очень-очень регулярно мою волосы. Действительно помогают захолодить их. Ну вот у меня и закончилось все для волос, и теперь исключительно лицо похоже будет. Первым делом я в конце года все-таки выбрасываю, избавляюсь от тонера с Би-Ячей кислотами и алоэ от Бентон. Не потому что он плохой, просто у меня такое огромное количество тонеров, а здесь его осталось вот так на дне, что оставлять нет смысла. Я его уже мучаю, мучаю какое-то количество времени, достаточно долгое, и все никак он не закончится. Чего-то такой долгий оказался. Мне этот тонер понравился, как такой базовый уходовый тонер на зимнее время года. Никаких особых чудес на зимний период, наверное, в зимнее время года не бывает. Ну, так, ладно. Никаких особых чудес он не творит, но такой вот базовый хороший нормальный уход, не суперсильное воздействие на кожу, там якобы какого-то осветления суперского или чего-то еще нет. Но все-таки мне он понравился. Чего я не могу сказать от вот этой ферментированной эссенции от Бентон, которая тоже тут практически на дне. Это такая водичка, которая тоже выдавливается из дозатора. Я отдельное спасибо хочу сказать Бентону как производителю вот таких вот крутых упаковок. У них очень удобные для использования, упаковки вот тех двух средств, которые я вам показываю. Потому что есть дозатор, потому что удобная бутылочка, у тебя ничего никуда не попадает в воздух. Это все мне очень понравилось. Но предназначение вот этой водички, вообще я, наверное, тот человек, который в корейском уходе менее всего понимает предназначение эссенции. Это такая жидкая штука, которая такая же жидкая, как тонер, но непонятно, чего она делает, почему ее после тонера наносит. Если вы знаете, пишите обязательно. Я верю, что кто-то найдется среди тех, кто смотрит это видео, знающий о чудесных свойствах эссенции. Потому что многие марки выпускают в том числе и эссенцию. И, видимо, она для чего-то нужна. Но я так и не вкурила, уж извините за такое жесткое слово. В чем суть? Много разных эссенций попробовала, но я не понимаю. В связи с нелюбовью. Избавляюсь от вот этих падов. Тут их даже есть некоторое количество. И они даже продолжают быть влажными. Но уже год, мне кажется, прошел с покупки адвент-календаря от Look Fantastic. И они мне не зашли. Я вообще не любитель формата падов. Единственные пады, которые у меня сейчас есть, на данный момент, и они мне нравятся. Это пады не в виде ватных дисков. Но я, возможно, их в фаворитах вам буду показывать. Они мне нравятся, потому что я понимаю, что они делают с моей кожей. Вот в этом случае я действительно не понимаю, как вот эти пады могут заменить нормальное воздействие пилинга или пилинга скатки или чего-то вот такого. Нет, совершенно для меня не заменяют. Я не люблю такой формат. И стараюсь при возможности, если они даже у меня появляются в рассылках от брендов, попробовать, конечно, да. Но кому-то отдать в использовании в хорошие руки, потому что, ну, не мой формат, что с этим поделаешь. У меня закончилась сыворотка от Биоре, за которую я даже, помню, получила не очень лестный отзыв. Мне, на самом деле, ее подарила коллега по работе. И что-то такое я упомянула в видео, что вот классно, что мне она досталась бесплатно и так далее. И мне написали, что это как-то принижает мое достоинство или что-то в таком роде удешевляет меня, потому что я какие-то средства обрадовалась, что я получила бесплатно. Мне кажется, абсолютно нормальная для любой девушки, даже, я не знаю, супер какой-то богатой. Если ей что-то дарят и между подружками это нормально, обмениваться какими-то средствами. В общем-то, почему я рада была появлению этого Биоре в моем арсенале? Не потому, что я люблю умываться гидрофильными маслами, а вы знаете, я этого терпеть не могу. А потому, что это отличная категория для очистки моих спонжей. Это просто супер классная вещь. Это лучшее средство, которое для меня работающее очищает спонжи. Просто на ура. Мне очень нравится то, как это делает Биоре. Я очень этому довольна. Поэтому сейчас у меня уже стоит новая бутылка гидрофильного масла от Биоре. Исключительно для помывки спонжей. Единственный недостаток, что само средство, например, оно стоит 800-900. Если вы знаете более дешевые гидрофильные масла, пишите об этом, пожалуйста. Но единственный недостаток, что мне хотелось бы его дешевле. Потому что оно достаточно быстро расходуется. И еще одно бесплатно доставшееся мне средство, которое приходило на обзор от бренда Рише. И я упоминала уже эти средства в нескольких своих видео. В том числе шампунь у меня был в прошлых пустых баночках. А на этот раз уже закончился и кондиционер. Я в принципе оценила, полюбила. Мне понравились эти средства. Но бутылки просто ужасные. И говорю об этом 25-й раз. Потому что из них неудобно добывать. Она вот у меня тут вся такая мятая, как будто на войне побывала. Потому что приходилось даже на нее давить, чтобы что-то выдавить и так далее. А сами средства для волос, у которых недостаточно объема, не хватает собственного объема. В принципе, объемчик такой неплохой придают. Еще одно средство закончилось, которое могу отнести к категории очень крутых, мною очень любимых. Это пенка для умывания от марки Апью с Мадекасоседом. Если вы не знаете или недавно подписались на мой канал, то я тот человек, который пропагандирует вот эту корейскую марку очень давно и очень сильно. И в частности, очень сильно я пропагандирую именно вот эту линейку с Мадекасоседом. Уже давно ничего из их средств не покупала, потому что очень много там на обзор чего-то присылают и так далее. У меня просто сейчас очень большая концентрация косметики в моей ванной. Поэтому, ну, хочется, чтобы подрассосалась чуть-чуть, потом все-таки куплю. Потому что я обожаю их средства и очень сильно их люблю. И это пенка, которая умывает мягко до скрипа, но не до сухости кожи. Сухости не возникает, неприятного ощущения стягивания не возникает. Но в то же время твоя кожа такая вот девственно чистая. Если к этому еще добавляешь Фореа Луна при очищении, то кожа вообще просто вот она 100% очищение испытывает. Такое очищение, может, не всегда даже с пилингом меня посещает. Но хотя пилингами тоже регулярно пользуюсь. Я от всей души вам рекомендую целых 130 мл. Фатает надолго. Она очень экономная, такая классическая, без сильного запаха. Просто белая, такая густая консистенция, которая очень хорошо пенится и действительно очень хорошо очищает вашу кожу. Еще одно средство от Апью покажу, раз уж речь об этом зашла. Я сегодня на самом деле сделала большой подвиг, перебрала свои средства и решила, что из них буду выбрасывать. Здесь окончилось оно не до конца, но уже очень давно я не пользовалась. И я подумала, что скорее всего давно его пора выбросить, срок годности уже вышел. Это эмульсия с экстрактом чайного дерева, которая офигенно хорошо помогает проблемной коже. Если вы знаете про себя, что у вас вдруг непонятно, откуда растущие подкожники, прыщи, что-то еще, то присмотритесь к ней. Я не говорю, что это однозначная рекомендация, потому что масло чайного дерева подходит не всем. У некоторых оно вызывает обратную реакцию. И, например, наоборот, какие-то подкожные прыщи могут появиться. Но мне идеально подошло. Если нам с вами подходят схожие средства, то, конечно же, подумайте и о том, чтобы это купить. Здесь эмульсия, которая легко по своей сути заменяет вам уходовый крем. И она такая легкая, не супер жирная, легко ложится. И никакого скатывания, никакой жирности, быстро впитывается. И отлично и питает в том числе. То есть мне ее было достаточно и сверху не надо было наносить какой-то еще завершающий этап в виде крема для лица. Вот эмульсии я понимаю, а эссенции я не очень понимаю. Еще у меня закончилась вот такая маска от Darfan. Это маска из белой глины, которая отлично подойдет для нежной кожи. Если вы любите глиняные маски, а глиняные маски как ничто другое, ну на мой взгляд, как ничто другое, сужают поры, вытягивают грязь из пор, улучшают внешний вид кожи. Я люблю глиняные маски как из темной какой-то глины, так и из белой. Но попробовав белую глину, я поняла, что это более мягкий вариант, что это не то, что будет вас пересушивать, не то, что будет как-то травматично воздействовать на вашу кожу. Все-таки темная глина, это такие более жесткие средства, которые для более, может быть, ну толстой что ли кожи такой, для более, ну не грубой, а вот есть тоненькая кожа такая, нежная-нежная, есть более толстая кожа. У меня, например, толстая кожа на лице и на теле, в принципе. Поэтому, да, если у вас такая вот тонкая, нежная кожа, то вот это средство в том числе подойдет. Она чаще всего, такая кожа, конечно же, бывает без каких-то супер широких пор, больших и так далее. Но я люблю глиняные маски. Вот я не знаю, если вы любите глиняные маски, пишите обязательно комментарии внизу, оставляйте. Эта маска мне понравилась, ненавязчивая по запаху, такой очень приятный аромат. Достаточно надолго мне ее хватило. В общем, могу только похвалить. Следующим пунктом, тоже давно залежавшиеся средства, это Васса Шесейда, которая никак не закончилась у меня. Это легкий матирующий мушчерайзер, написано. Ну, для меня что-то вроде флюида или эссенции той же. Такое же. Легкое средство, которое легко можно использовать летом вместо крема. К сожалению, я вот до какого-то момента вот столько пользовала, пользовала. А потом, то ли лето закончилось, то ли еще что. Очень давно оно у меня уже стояло, даже вообще без дела. Мне все было жалко, жалко, жалко. Но пора его, пришло время. Неплохое средство, в принципе, из достаточно доступной категории. Потому что на Шесейды часто бывают скидки 50% во многих магазинах. Но оно не вау. Вот нет вау-эффекта, как часто у меня случается с корейскими средствами. Здесь такой середнячок. А вот этот любимец, любимеца, или не знаю, как назвать, это Fluid Booster от Helena Rubinstein. Вы не смотрите на эту крышку, побывавшую на войне. Просто действительно, если посмотреть, я не знаю, как люксовый бренд позволил себе выпускать такую дешевую, некрасивую, ну, она-то была красивой, но она от легчайшего воздействия воды или чего-то еще просто вся поплыла, поползла, вздулась и так далее. Что нисколько не умаляет офигенных качеств вот этого бустер-флюида с витамином С. Я пользовалась, наверное, на протяжении с весны, как я его купила. И вот буквально не так давно закончилось. Это средство мне не хотелось заменять ничем другим. То есть, обычно у меня такой избыток уходовой косметики, что я недельку то по пользу, недельку это по пользу, или по две, по три недели что-то тестирую и так далее. Но вот это средство присутствовало всегда, именно поэтому оно и закончилось. Такая вязкая консистенция желто-оранжевого цвета. И она достаточно липковатая такая на лице, но быстро впитывается и следов не оставляет. Сверху я всегда закрепляла кремом. Но, да, рекомендовано ее наносить именно с утра. Я старалась наносить именно с утра, а не вечером. И вообще просто была в восторге. Я думаю, что перепробовав множество других средств с витамином С, которые у меня еще есть в планах перепробовать, то когда-то, возможно, повторю я Хелена Рубинштейн. Следующее средство, которое я вам покажу, это то, что мне не понравилось. И я выкидываю, как итоги года, в связи с тем, что средство уже давно без дела стоит. Это какая-то голубая водичка, а капельки, активирующие молодость. Вы верите в это? Я когда-то поверила, купила, заказала на iHerb. Она действительно была голубого цвета, но я не знаю, активировала она мне молодость или нет. Нет, скорее всего нет, потому что очень редко, не ощущая никакого эффекта, очень редко я пользовалась этим средством. И я могу сказать, что после этого от бренда Dear Klairs мне вообще ничего не хочется покупать, хотя многие блогеры его хвалят. И я, собственно говоря, тут перед такой дилеммой пребываю. Не знаю, что делать. То ли пробовать еще Dear Klairs, то ли забить уже на это. Потому что это корейская марка, наверняка что-то хорошее у них есть. И если вы что-то пробовали из их ухода, то обязательно посоветуйте, что вам понравилось. В очередной раз понимаю для себя, что европейский уход, он не для меня, французский и вот это все остальное. Это крем от Talgo. По-моему, это французская марка, насколько я помню. Посмотрите, какой красивый дизайн. Это в виде капли. То есть украшение любого туалетного столика. Такой прозрачный красивый пластик. Он в голубизну отливает. Но я его выбрасываю. Даже чуть-чуть крема тут внутри осталось. Потому что что я им пользуюсь, что нет. Очень базовый. Очень без чудес. Вообще без каких-либо. Я понимаю, что большинство кремов чудес-то не совершает. Но дело в том, что некоторыми кремами пользуешься, ты ощущаешь от них эффект. Ты понимаешь, что у тебя процесс улучшения идет. Что ты свежо, хорошо выглядишь. Этот крем использовала всегда на ночь. В нем, вы знаете, марка Talgo. Это в принципе очень часто еще в салонах встречающаяся марка. В нем, как я понимаю, комплекс водорослей содержится морских. И марка Talgo именно на этом основывается. В выпуске своих средств. Несмотря на то, что баночка кажется маленькой. Здесь целых 50 миллилитров. Не мое конкретно средство. В том числе все средства от Talgo, которые я была уговорена, наверное, консультантом купить. Это, знаете, как душа, глаза заведущие, руки загребущие. Были скидки. Я купила. И большинство из них мертвым грузом, собственно говоря, у меня обитают в ванной. Жалко выбросить, потому что средства дорогие. Но там есть для тела у меня некоторые средства. Косметичка с пробниками, которая шла в подарок. Мне ничего с Talgo не понравилось. Жду вашей защиты в этой марке, если вам она нравится. Всего одно уходовое средство осталось у меня. Это сыворотка от марки About Me с экстрактом сливы кокоду. Я, по-моему, так сказала правильно. Целых 15 миллилитров. Эта сыворотка содержит большое количество витамина С. Потому что именно в сливе кокоду содержится огромное количество витамина С. И здесь я могу сказать, что сыворотка, в принципе, мне понравилась. Она приятная такая и все вроде бы с ней хорошо. Не заметила, чтобы она супер сильно снизила мои пигментные пятна. Как заявляет об этом производитель, что она просто чудодейственно снижает пигментированность пигментных пятен. Но, в принципе, как вот такой базовый неплохой уход из тех сывороток, которые я попробовала, она мне где-то в середине, на самом деле, плотно осела. Да, нормальная, симпатичная сыворотка. И всего четыре средства у меня осталось. И все они декоративная косметика. Я первым делом хочу совершить некий такой подвиг и выбросить вот эти штуки от марок Провиджи, Эстрады и Ламель. Это все блестки, которые... Ну вот это еще Эстрады, хотя уже давние, наверное. Да, куда не шло, maybe, как говорится. Хотя тоже нет. Ужасный, отвратительнейший Ультра Глиттер Коллекшн Азиан Спейс от Провиджи, который какой-то, как это сказать, шелухой, я по-другому не могу сказать, смотрится на веки. И Ламель, знаменитый, который все хвалили. Вот этот я, кстати, может быть, Насте отдам, может быть, ей понравится. На моих глазах выглядит ужасно. С чего я делаю вывод, что уже далеко не все глиттеры подходят для моих век. А некоторые веки... Некоторые веки... Некоторые глиттеры мои веки портят очень-очень сильно. И я, конечно же, не хочу представать в роли женщины-змеи, поэтому однозначно буду избавляться от вот этих средств. Это нет, оно просто уже старое. Провиджи ужасное. Ламель может быть не такое ужасное, но портит века. Его надо только на молодое веко. Я знаю, что многие хвалили эти... Liquid Bronze, она называется. Эти тени от Ламель, но не мой формат. Ну и последнее. У меня сегодня, я не знаю, праздник, не праздник. Еще одна лежит в запасе. Праздник, потому что я в очередной раз могу вам об этом рассказать. Не потому, что он закончился. Это Lancome Tente D'Ole Ultra V. Если вы смотрите мои видео не всегда или только что попали на канал, то вы, конечно же, не знаете, что это мой любимый тональный крем. Именно он показал мне, что можно быть красивой всегда, везде и идеальным лицом. Да, да. Мне он очень нравится. Он идеально садится на лицо. Тонкую вальс создает. Ноский, стойкий. Вообще никуда не скатывается. Никаких проблем. Ты просто выглядишь красиво от начала и до конца, когда ты с этим тональным. Я знаю, что многие из вас писали мне и в Инстаграме, и под видео на Ютюбе писали, что после моих рекомендаций вы покупали эту тональную основу. И я этому очень рада, потому что ни одного плохого отзыва не поступило. Я думаю, что она универсальная. Подойдет для всех типов кожи, потому что она не плотная. Она вот очень современная по своей текстуре жидкой водички. Только такие тональные основы я сейчас люблю больше всего. Ну что, друзья, вот очень длинное финальное видео получилось про пустые баночки в этом году. Спасибо большое, что вы его посмотрели. Надеюсь, досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на канал, заходить в гости на Инстаграм, оставлять лайки и комментарии под этим видео. А мы с вами встретимся совсем скоро. Всем пока-пока!